Беседы Христа последних дней Слова о том, как относиться к истине и Богу. Отрывок Что касается Ноя, Авраама и Иова, о которых говорится в Ветхом Завете Библии, то какие характеристики были присущи их человечности? Благодаря каким имеющимся у них характеристикам нормальной человечности Бог считал их достойными? Они были наделены совестью и разумом. Совершенно верно. Иов дожил до столь преклонных лет, когда Бог уже не говорил с ним лично, не являлся ему лично. Но Иов мог понимать и чувствовать все, что делал Бог. В конце концов, он несколькими словами подытожил свое познание Бога. Иегова дал, иегова и взял. Да будет имя Иеговы благословенно. Что означают эти слова? Они означают «Иегова, Бог, Творец, Он мой Бог». И когда Он говорит «Даже если я понимаю только половину из этого, я должен неукоснительно внимать и следовать этому». Бог счел Иова достойным только когда его знания о Боге достигли этого уровня. Иов обладал таким опытом и пониманием, а также мог принять и подчиниться испытаниям, которые Бог на него возлагал. Все это было достигнуто благодаря тому, что Он обладал совестью и разумом, присущими нормальной человечности. Независимо от того, видел ли Он Бога, независимо от того, что с Ним делал Бог, испытывал ли Его Бог или являлся Ему, Он всегда верил. Иегова – мой Бог, и я должен следовать Божьим наказам и тому, что радует Его, независимо от того, понимаю я это или нет. Я должен следовать Его путем, слушать Его и покоряться Ему. В книге Иова говорится о том, что дети Иова часто устраивали пиршества, но Иов никогда не принимал в них участия, а молился и приносил за них всесожжение. То, что Иов часто так поступал, доказывает, что в глубине души он знал, что Богу отвратительны человеческое потворство еде, питью и веселью, а также праздная жизнь людей. В глубине души Иов понимал, что это истина. И хотя он не слышал, чтобы Бог сказал об этом напрямую, в сердце он знал, что Бог желал именно этого. Поскольку Иов знал, чего желал Бог, он мог слушать Его и покориться Ему, он всегда придерживался этого и никогда не участвовал в том, что касалось еды, питья и пиршеств. Понимал ли Иов истину? Нет. Он смог это сделать, поскольку обладал совестью и разумом, присущими нормальной человечности. Помимо совести и разума, самым важным было то, что у него была истинная вера в Бога. В глубине своего сердца он осознал, что Бог – Творец, а все сказанное Творцом – воля Божья. Говоря сегодняшним языком, это истина, высшее наставление и то, чего человек должен придерживаться. Независимо от того, может ли человек постичь смысл всех или только нескольких слов Бога, он должен принять их и следовать им. Именно таким разумом должен обладать человек. Обладая таким разумом, человеку гораздо легче следовать Божьему Слову, притворять его в жизнь и покоряться ему. Поступая так, он избежит различных трудностей, страданий и препятствий. Много ли истин постиг Иов? Познал ли он Бога? Знал ли он о Божьих достоянии, естестве или его характере сущности? По сравнению с современными людьми, он не знал его и очень мало понимал. Однако Иов обладал качеством притворять в жизнь все, что он понимал. Поняв что-то, он становился покорным и послушным. Это был самый благородный аспект его человечности, на который люди смотрели свысока. Люди думают, разве Иов воздерживался от пиршеств? Разве он регулярно приносил все сожжения Богу? Выражаясь сегодняшним языком, разве он воздерживался от плотских утех? Это не более, чем поверхностный вопрос. Но когда ты посмотришь на личный характер сущность и человечность Иова, стоящие за этими действиями, ты поймешь, что это непростое дело, и этого не так легко достичь. Этого было бы легко достичь, если бы речь шла об обычном человеке, который воздерживается от пиршеств, чтобы сэкономить деньги. Но Иов в то время был состоятельным человеком. Какой богатый человек не устраивал пиршеств? Почему же Иов мог воздерживаться от пиршеств? Он знал, что Бог питает к этому отвращение. Он был способен быть богобоязненным и удаляться от зла. Так и есть. Что конкретно делал Иов, оставаясь богобоязненным и удаляясь от зла? Он знал, что все, к чему Бог питает отвращение, было злом. Поэтому он придерживался Божьего слова и не делал ничего, что было бы отвратительно Богу. Он никоим образом не делал этого, что бы не говорили другие. Вот что значит быть богобоязненным и удаляться от зла. Почему Иов был способен быть богобоязненным и удаляться от зла? О чем он думал в своем сердце? Как ему удавалось не совершать этих злодеяний? У него было богобоязненное сердце. Что значит иметь богобоязненное сердце? Это значит, что его сердце боялось бога, могло чтить его, как того, кто велик, и что в его сердце было место для бога. Он не боялся, что бог увидит это и разгневается. Напротив, в своем сердце он чтил бога, как того, кто велик, хотел угодить ему и был готов твердо придерживаться Божьих слов. Именно поэтому он мог оставаться богобоязненным и удаляться от зла. Сейчас каждый может произнести фразу «оставаться богобоязненным и удаляться от зла», но они не знают, как Иов этого добился. На самом деле Иов считал, что оставаться богобоязненным и удаляться от зла – это самое главное и важное в вере в Бога. Поэтому он мог твердо придерживаться этих слов, будто они были заповедями. Он прислушивался к Божьим словам, потому что его сердце чтило Бога как того, кто велик. Какими бы непримечательными ни казались слова Божьи в глазах человека, в сердце Иова даже обычные Божьи слова были от Верховного Бога. Это были величайшие, самые важные слова. Все должны соблюдать Божьи слова, даже если на эти слова люди смотрят свысока, и даже если за это они будут осмеяны и оклеветаны. Даже сталкиваясь с трудностями или подвергаясь гонением, люди должны твердо придерживаться его слов до конца. Они не могут от них отказаться. Вот что значит быть богобоязненным. Ты должен твердо придерживаться каждого слова, которое Бог требует соблюдать от человека. Что же касается тех вещей, которые Бог запрещает или к которым питает отвращение, то ничего страшного, если ты о них не знаешь. Но узнав о них, ты должен быть способен напрочь отказаться их делать. Ты должен уметь твердо придерживаться Божьих слов. Даже если твоя семья отказывается от тебя, неверующие насмехаются над тобой, а близкие высмеивают тебя и издеваются над тобой. Почему тебе нужно твердо придерживаться Божьих слов? Что является для тебя отправной точкой? Каковы твои принципы? Вот они. Я должен твердо придерживаться Божьих слов и поступать согласно Его желаниям. Я буду тверд в делах, угодных Богу, и буду решительно отказываться от того, что ему отвратительно. Не страшно, если я не знаю Божьего намерения, но если я знаю и понимаю Его намерение, я буду решительно прислушиваться к Божьим словам и покоряться им. Никто не сможет помешать мне, и я не дрогну, даже если наступит конец света. Вот что значит быть богобоязненным и удаляться от зла. Необходимым условием обретения способности удаляться от зла является богобоязненное сердце. Как формируется богобоязненное сердце? Через почитание Бога как того, кто велик. Что значит чтить Бога как того, кто велик. Это когда человек знает, что Бог обладает владычеством над всем сущим и его сердце боится Бога. В результате он способен использовать Божьи слова в качестве стандарта и критерия при оценке любой ситуации. Вот что значит чтить Бога как того, кто велик. Проще говоря, чтить Бога как того, кто велик, значит иметь Бога в сердце, пребывать сердцем в Боге, не забывать о себе в делах, которые вы делаете, и не пытаться браться за все сразу, а позволить Богу взять все в свои руки. Во всем думайте. Я верю в Бога и следую за Ним. Я всего лишь маленькое сотворенное существо, избранное Богом. Я должен освободиться от взглядов, рекомендаций и решений, которые исходят от моей собственной воли, и позволить Богу быть моим владыкой. Бог мой Господь, моя скала и яркий путеводный свет для меня во всем, что я делаю. Я должен поступать в соответствии с Его словами и желаниями, а не ставить себя на первое место. Вот что значит иметь Бога в своем сердце. Когда ты хочешь что-то сделать, не действуй импульсивно или необдуманно. Сначала подумай, что говорят Божьи слова, не вызовут ли твои действия отвращения у Бога и соответствуют ли они Его намерениям. Сначала спроси себя, подумай и поразмышляй в своем сердце. Не будь опрометчивым. Быть опрометчивым значит быть импульсивным, движимым горячностью и человеческой волей. Если ты всегда опрометчив и импульсивен, это говорит о том, что в твоем сердце нет Бога. Поэтому когда ты говоришь, что чтишь Бога как того, кто велик, разве это не пустые слова? Где же твоя реальность? У тебя нет реальности и ты не можешь чтить Бога как того, кто велик. Во всех делах ты ведешь себя как помещик, на каждом шагу поступая так, как тебе вздумается. В таком случае, если ты говоришь, что у тебя богобоязненное сердце, разве это не чепуха? Этими словами ты обманываешь людей. Если у человека богобоязненное сердце, как оно проявляется на самом деле? В почитание бога как того, кто велик. Конкретное проявление почитания бога как того, кто велик, состоит в том, что бог занимает место в сердце людей, самое главное место. В своем сердце они позволяют богу стать их владыкой и властвовать. Когда что-то случается, они обретают богопослушное сердце. Они не опрометчивы, не импульсивны и не действуют порывисто. Напротив, они способны спокойно встречать трудности и затихать перед Богом в поисках истины принципов. Поступаешь ли ты по Слову Божьему или по Своей воле и руководствуешься ли Своей волей или Божьим Словом зависит от того, есть ли Бог в твоем сердце. Ты говоришь, что Бог в твоем сердце, но когда что-то случается, ты действуешь вслепую, оставляя за собой последнее слово и отодвигая Бога на второй план. Разве так проявляется сердце, в котором есть Бог? Некоторые люди могут молиться Богу, когда что-то случается, но помолившись, они продолжают размышлять. Я думаю, вот что я должен сделать, думаю, что мне следует поступить вот так. Ты всегда следуешь своей воле и никого не слушаешь, как бы люди не беседовали с тобой. Разве это не проявление отсутствия богобоязненного сердца? Поскольку ты не ищешь истину принципы и не практикуешь истину, когда ты говоришь, что чтишь Бога как того, кто велик, и имеешь богобоязненное сердце, это лишь пустые слова. У людей, в чьих сердцах нет Бога и которые не способны чтить Его как того, кто велик, нет богобоязненного сердца. У людей, которые не способны искать истину, когда что-то случается, и у которых нет богопослушного сердца, у них нет совести и разума. Если у человека действительно есть совесть и разум, то когда что-то случается, он естественно будет искать истину. Сначала он должен подумать. Я верю в Бога. Я пришел искать Божье спасение. Поскольку у меня развращенный характер, я всегда считаю себя единственным авторитетом во всем, что делаю. Я всегда иду против Божьих намерений. Я должен покаяться. Я не могу продолжать так бунтовать против Бога. Я должен научиться быть покорным Богу. Я должен искать, что говорят Божьи слова и что такое истина принципы. Именно такие мысли и стремления исходят из разума присущего нормальной человечности. Это те принципы и отношения, с которыми ты должен действовать. Когда ты обладаешь разумом, присущим нормальной человечности, тогда ты обладаешь этим отношением. Когда ты не обладаешь разумом, присущим нормальной человечности, тогда ты не обладаешь этим отношением. Вот почему обладание разумом присущим нормальной человечности, имеет решающее и очень важное значение. Оно напрямую связано с человеческим пониманием истины и достижением спасения. Субтитры создавал DimaTorzok